Несмотря на то, что мы здесь 7 дней в Юго-Восточной Азии, клиенты к нам идут. Буквально за 24 часа к нам пришли трое человек. Это гражданин Российской Федерации по национальности киргиз Моназбек. Это Елена, гражданка Российской Федерации, которая сейчас находится в Китае. И Элина, которая также в Российской Федерации. Сразу обращаюсь к вам. Буквально в ближайшее время с вами свяжется моя помощница Алена и даст вам мои данные. Мы свяжемся с вами в скайпе. Это будет трехсторонняя онлайн беседа. Выберем программу, которая вам необходима. Посмотрим, по какому пакету вы пойдете. Многие из вас знают, что у нас есть два пакета. Это пакет стандартный, когда мы готовимся от месяца до двух. В нее входит подготовка по визе F1. Это обучение английскому языку. В нее входит подготовка по пакету спортсмен с нуля. По визе B1 это туризм плюс профессиональный спорт. Либо туризм плюс покупка недвижимости по визе B1. Либо по визе B2 туризм плюс лечение. Это будем смотреть. Либо по пакету ускоренной. По пакету ускоренному подготовка будет в течение одной-двух недель. И вы попадете под квоты, под статистики по своей национальности, по своему гражданству в посольстве США в том месте, где мы будем подавать. Вот именно по первому варианту наша задача подобрать место подачи такое, чтобы вы попали под статистики именно работы того посольства. Это интересная специфика. Это экзит-полы, это данные, которые мы собираем по посольствам. Мы делали подобные экзит-полы во многих посольствах США, несмотря на то, что где-то нас гоняют, где-то нас там преследуют. Это было, например, во Вьетнаме. Мы делали видео. За нами там буквально три квартала. После этого выходила полиция. Хотя мы просто делали видео и общались с теми, кто выходил из посольства, для того, чтобы понимать, какое решение было относительно принято по ним. Но людям это не понравилось, потому что в каждых странах есть своя специфика. Ну вот сейчас мы будем делать видео еще по одному из посольств. Посмотрим, что будет там. Итак, 24 часа, трое новых людей. Ребята, мы ждем вас в скайпе. Моя помощница Алена организует онлайн-конференцию. Мы пообщаемся, мы примем решение, каким образом мы будем двигаться с вами к положительному решению. Здесь мы в Юго-Восточной Азии 7 дней. У нас команда, ребята, которые приехали сюда в рамках подготовки по пакету спортсменов. Готовились ребята три месяца. Прошли теорию, прошли практику, ездили на тематические мероприятия. Сейчас, буквально через 10 минут, мы начнем второй этап подготовки. Это курс тренировочных упражнений и отработка всех возможных вопросов, которые могут возникнуть в процессе интервью. По тренировочным упражнениям это одно из методик, которые мы применяем. Это взято из курсов практической психологии. Мы делали по этому поводу видео. У нас профессионал в этой области это Саша, который занимается этой темой больше 25 лет. К сожалению, его здесь нет. Он сейчас в Москве с командой, с группой людей тоже готовит. А мы здесь, ну то есть это возложено на меня. И я буду делать то, что делали когда-то в отношении меня. Потому что сами мы когда-то проходили эти курсы. И я, и Катерина, там по две недели у нас были курсы тренировочных упражнений, которые нам сейчас помогают находиться в состоянии причинности, независимо от того места, где мы находимся, независимо от того, что с нами происходит. Интересные курсы помогают везде. Заходите на наш сайт usadefisvisa.com Заходите на наш новый сайт, который я сейчас уже запускаю в ближайшее время. Это migrantdefislawyer.com Который будет сориентирован исключительно на политубежище, в том числе и при подаче в своей стране. По программам Лаутенберга в службе эмиграции и гражданства в Москве, который курирует граждан СНГ. Также с российским паспортом, также с гражданством Российской Федерации. Что мы тоже помогаем делать. В течение 5-6 месяцев у нас есть специалист, который это делает. Это будет официально по 62-му федеральному закону. Об этом я тоже делал видео. Это можно спокойно применить, чтобы попасть под статистики Российской Федерации. Например, в прошлом году у нас было всего 8% отказов по гражданам Российской Федерации. Ну, я думаю, что этим можно пользоваться, это можно применять. Приезжайте в наш офис. Офис находится в городе Москве. Прям буквально для удобства. Мы долго его искали. Это 10 минут от посольства США, пешочком. Это кольцевая линия метро Краснопресненская. Это фиолетовая линия, которая идет в сторону Китай-города и Тушинской. Метро Баррикадная. От метро буквально 5-7 минут. Единственное, что записывайтесь, потому что у нас загрузка. У нас люди приходят только по записи. Сейчас у нас в офисе Алексея. Можно ему звонить. Его данные есть на нашем сайте. Всем всего доброго.